В Сочи уже начинают прибывать участники саммита Россия-Африка. Как город готов ко встрече гостей проверил вице-мэр курорта. Выбрали атамана школы? Да так, что рекорд поставили. В крае прошел единый день выборов школьного самоуправления. Танцуй даже если не молодой. Для пожилых сочинцев в районах открылись танцевальные площадки. Футбол мини, а азарт макси в Сочи определили сильнейшую команду раздольского сельского округа. В Сочи из больницы выписали троих детей, пострадавших при взрыве газа в доме. В селе Каштан и Хостинского района в воскресенье произошел взрыв газа. Отец троих детей при взрыве погиб. Существует две версии ЧП. Согласно первой из них, взорвался газовый баллон. Позже появилась информация о том, что погибший занимался изготовлением пиротехники и не рассчитал компоненты. Троих детей из больницы забрала мать. Она написала отказ от госпитализации. В Краснодарском крае снизился уровень смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Достичь таких показателей удалось за счет хорошей профилактической работы и повышения качества жизни. Об исполнении нацпроекта здравоохранения говорили сегодня на селекторном совещании в Краснодаре. Заместитель губернатора по соцвопросам Анна Менькова отметила, сейчас важно активно проводить диспансеризацию. Особое внимание нужно уделять пациентам с хроническими заболеваниями. Также замглава региона напомнила, по нацпроекту до конца года уровень смертности должен составлять не больше 12,1%. Для того, чтобы его выполнить, надо снизить смертность в целом по краю на 2,5% и сохранить как минимум еще 800 жизней. Задача, ну, прямо скажем, достаточно сложная. Это Анапа, горячий ключ, Краснодар и Сочи. И мне, конечно, больше всего тревожат крупные города, которые показывают отрицательную динамику. Я прошу разобраться по этим четырем муниципалитетам, Минздрав с выездными комиссиями, отработать на местах, для того, чтобы мы поняли сегодня, почему у нас начала расти смертность в больших городах, которые всегда вносили в копилку, скажем, всегда были примером для других муниципальных образований. Говорили на совещании и о нововведениях. С начала следующего года изменится федеральный закон о маркировке лекарств. С 1 января все производители обязаны наносить на упаковку специальные метки. Считать код можно будет с помощью мобильного приложения. Таким образом, станет намного проще контролировать рынок сертифицированной продукции, а покупатели смогут легко узнать о препарате всю необходимую информацию. К другим новостям. Белое золото готово попасть на прилавки. Кубанские аграрии завершили уборку риса. В этом году сельхозпредприятия намолотили почти миллион тонн злаковой культуры. Урожай по сравнению с прошлым годом увеличился на 200 тысяч тонн. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков. Об этом журналистам сообщил глава Кубани. Вениамин Кондратьев поблагодарил аграриев за рекордные результаты. Все наши рисосеющие районы Красноармейский, Калининский, Абинский, Крымский, Славянский, Северский, Тимрюкский и Краснодар потрудились на славу и вырастили хороший урожай. Кубанский рис самый конкурентно способный в мире за счет своей экологичности. У него высокий экспортный потенциал. Наш рис пользуется спросом в 25 странах мира. Со своей стороны край старается всячески оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. Ярким примером такой поддержки является компенсация затрат на воду. Это один из главных ресурсов, необходимых рисоводам. Помогает край и с приобретением элитных семян злака. Суммарно финансирование только в текущем году составило 240 миллионов рублей. Это на 34 процента больше, чем два года назад. Кубанский торговый дом в Финляндии и поставки вина из южного региона в Северную республику в Хельсинки сегодня обсуждали перспективные направления сотрудничества между Краснодарским краем и одной из ведущих европейских стран. Кубанскую делегацию возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. В Министерстве сельского хозяйства Финляндии прошла встреча с директором продовольственного департамента. Кроме поставок вина обсуждали и вопросы экспорта экологически чистых продуктов. Финны заинтересованы в органических товарах. Также речь зашла и о сотрудничестве в сфере утилизации мусора. Точки соприкосновения помогает найти и полномочный посол России в Финляндии. Павел Кузнецов участвовал в диалоге вместе с Вениамином Кондратьевым. За прошлый год внешторговый оборот Краснодарского края и Северной республики почти 82,5 миллиона долларов. Ярмарка франшиз, предприниматели-миллиардеры, бизнес-ангелы, десятки интерактивных площадок. В Краснодаре прошел крупнейший форум начинающих бизнесменов. Дело за малым. Почти 30 тысяч гостей из 70 регионов обмениваются опытом, делятся идеями и находят партнеров. Но есть среди участников и те, кто пришел на форум пока даже без идеи, а ушел с готовым ИП. Причем свидетельство получили под марш Мендельсона и вместе с Кольцом. И в радости и в горе вести свое дело до конца. Клятву не разбить бизнес-лодку о скалы конкурентов Александр Костенко дает уверенно при десятке свидетелей и журналистов. Этот волнительный момент новоиспеченному бизнесмену запомнится вдвойне. Свидетельство о регистрации ИП ему вручил заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин. И мы ждем, когда именно ваше ИП станет очередной крупной компанией нашей страны. Спасибо большое. Успехов. Зарегистрировав в торжественной атмосфере ИП, любой желающий буквально в 100 метрах может оформить на себя уже упакованный бизнес. От информационных услуг до вполне привычных продуктовых магазинов. На ярмарке франшиз больше 30 предложений. На данный момент предприниматели как раз и представляют из себя таких восьмируких роботов, которые делают кучу всякой работы. Вот эту работу мы берем на себя как сервис и запускаем полностью магазин. Человек с нами управляет магазином. И благодаря нашим всем технологиям, которые мы внедрили, рентабельность офлайнового магазина на сегодня вырастает там почти в полтора раза. На форуме «Дело за малым» зарегистрировались более 25 тысяч гостей из 70 регионов России. Интерактивные площадки, консультации, тренинги и мозговые штурмы. Здесь все заточено только на одно – развитие человеческого капитала. Это основной ресурс для экономического роста и главная тема форума. О том, что именно люди – фактор национального прорыва, говорили на пленарном заседании. Желающих попасть в зал больше, чем свободных мест. Заняты все проходы. В спикерах губернатор Краснодарского края, полномочный представитель президента по защите прав предпринимателей и заместитель министра экономического развития России. В условиях стремительно меняющегося мира нужно привыкать, что самое надежное вложение сейчас – это инвестиции в человеческий капитал. С какого возраста человеческий капитал становится капиталом? С какого возраста? С рождения. А что влияет на развитие человеческого капитала? Конечно, в первую очередь здравоохранение, образование, среда, в которую информируют. Да-да, мы с вами, общество влияет на человеческий капитал. На развитие, на его качество, конечно, влияет наш край. Безусловно, это 6 миллионов 400 тысяч человек. 6 миллионов 400 тысяч человек. И, безусловно, я понимаю, что край должен быть сытым и образованным. И тогда, на самом деле, будет качественный человеческий капитал. Школы нужны, детские сады нужны, спортивные площадки. Это все то, что и создает экономику Кубани. Да, безусловно, этой экономике Кубани сегодня 6 лет, 12 лет. Поэтому, конечно, мы пытаемся вкладываться в человеческий капитал на стадии именно этого возраста. 5, 6, 7, 12, 15 лет. Тогда, на самом деле, будет качественный человеческий капитал. Если выражаться в футбольной терминологии, то собственных успешных игроков нужно выращивать с детства. Идею губернатора о развитии потенциала юных мальчишек и девчонок поддержал Сергей Галицкий. Бизнесмен в прошлом, ныне владелец футбольного клуба «Краснодар», уверен, социальная ответственность предпринимателей – это трамплин для талантливой молодежи. Мы начали контакты с университетом Кубанский. Мы думаем сейчас о программах образовательных, которые мы сможем финансировать внутри этого университета. Все зависит от людей, и мы должны помогать молодым двигаться дальше. Повестку в малом и среднем бизнесе сейчас формирует именно молодежь. Те, кто не боится уйти в свободное плавание. Ведь страх, что ничего не получится – одна из главных причин неудач, уверены эксперты. Доля небольших и частных предприятий в валовом внутреннем продукте России сейчас всего 21%, тогда как в странах Европы этот показатель в среднем выше в два раза. Популяризация собственного дела должна вестись через адекватные меры поддержки, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Мы по поручению президента подготовили целую работу стратегии роста. И там на первом месте среди всех приоритетов стоит так называемая экономика простых вещей. Таких вещей, которые во всем мире производятся здесь, рядом, локально. И мы думаем, как все-таки сделать так в рамках этой программы. Если пойдут бесплатные кредиты, нормально? А если мы снизим для малого бизнеса, для всех, не только ЕНВД, там и патент, но и для УСНа налоги на труд, то есть страховые платежи. Как показатель комфортной среды для бизнеса, количество этого самого бизнеса. По числу индивидуальных предпринимателей Кубань занимает третье место в стране. Это больше 700 тысяч человек, занятых в малом и среднем предпринимательстве. То есть каждый третий работающий житель Краснодарского края. Мы рады, что предприимчивых людей на Кубани год от года становится больше. Сегодня Краснодарский край входит в топ-10 регионов с самым благоприятным деловым климатом и высокой предпринимательской активностью. Малый бизнес растет и развивается. Вы формируете реальный сектор экономики, способствуете решению социальных проблем. Доля малого и среднего бизнеса в крае составляет 35% от ВРП. Согласно принятой в регионе стратегии развития до 2030 года, этот показатель планируют увеличить до 50%. Малый и средний бизнес должен превратиться в кровеносную систему всей экономики Кубани. Но это невозможно сделать без государственной поддержки, а во власти работают те же люди, обратил внимание во время дискуссии Вениамин Кондратьев. И кадровая политика должна учитывать новые реалии. Власти тоже нужен человеческий капитал. Человеческий капитал нужен и в законодательном собрании, в исполнительных органах власти. Вот какие там будут люди, чиновники, управленцы, такая будет и власть. Вот они же и создают условия, в том числе, для развития экономики малой и средней, большой. Конкуренцию, прозрачность, неважно какого бизнеса малого, среднего, большого на рынке обеспечивает в первую очередь власть. Поэтому, если уж говорить о человеческом капитале, то во власти он первичен, тот настоящий, дорогой человеческий капитал, который на самом деле сможет, в том числе, добиться экономических рывков или в целом результата. В основе новой экономики – знания, инновации и технологии. А люди – главная движущая сила развития региона и страны. Не случайно и все национальные проекты сконцентрированы вокруг человека и направлены на то, чтобы дать ему возможность раскрыть свой потенциал. Я, если бы коллеги сидел на вашем месте, друзья, все, кто пришел, я бы, уходя отсюда, должен почувствовать был в себе, что на самом деле либо дорого стою, либо могу дорого стоить. И сделать все, даже если я пока недорого стою, чтобы я дорого стоил. И неважно, где я буду, в большом, малом бизнесе, во власти дорого стоил. И на самом деле это и есть жизненный успех. Это и есть предмет сегодняшней дискуссии, что же такое человеческий капитал. После пленарного заседания только на этой сцене выступили еще десятки спикеров. Самый ожидаемый – российский блогер-урбанист Илья Варламов, американский писатель Алан Пис и, конечно, тот, кто своим выступлением на Краснодарском форуме произвел эффект информационной бомбы. Изобретатель, предприниматель, миллиардер Илон Маск. Правда, не лично, а по телемосту. Но, пожалуй, самая главная цель форума – показать, что бизнес – это не страшно. Дело всего лишь за малым. Начать свое дело. Сегодня в Сочи уже начинают прибывать участники экономического форума и саммита «Россия-Африка». На курорте ожидают несколько тысяч гостей. Среди них 47 глав государств. Как город подготовился к встрече иностранных делегаций, оценила комиссия во главе с вице-мэром Сергеем Рабилко. Глава города две недели назад уже осматривал маршрут передвижения делегаций. Тогда Алексей Копайгородский дал ряд поручений, которые необходимо было выполнить в кратчайшие сроки. Больше всего нареканий было в адрес дорожников, компании РЖД и предприятия «Сочи-Свет». Навести порядок на вверенных территориях необходимо было и главам районов. Во время сегодняшнего объезда как раз проверили, все ли распоряжения выполнены. В итоге все работы проведены в срок. Там, где это было необходимо, дорожники нанесли разметку. Появились и барьеры для любителей езды по обочинам. Заменили облицовку подпорных стен. Везде вдоль трасс убрали сухие и аварийные деревья. Это в том числе позволит избежать чрезвычайных ситуаций во время предстоящего сезона дождей. Специалисты предприятия «Сочи-Свет» демонтировали всю неисправную подсветку. А там, где и планировалось, установили новую. Наведен порядок и на всех остановочных комплексах, которые расположены вдоль федеральных трасс. В целом, проделанной работой заместитель главы «Сочи» Сергей Рабилко остался доволен. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня в Сочи прошли выборы лидеров школы. Сегодня же в единый день голосования по всему Краснодарскому краю был сформирован городской ученический совет старшеклассников, в том числе и по районам. Школьники там смогут обмениваться идеями, проектами и даже организовывать мероприятия. Нового президента школы не выбирали лишь в одной сочинской школе – казачьей. Там выбрали ни много ни мало атамана. Да так, что даже рекорд установили. Дебаты и встречи с избирателями в эти дни в школах проходила настоящая агитационная кампания. Кандидаты доказывали, почему именно они заслуживают звание президента школы. Демонстрировали свои ораторские и управленческие способности. В казачьей школе номер 10 выборы начались с молебна и кубанского гимна. Еще одна казачья традиция – перед самой процедурой выборов проверять у кандидатов наличие нательного креста. Атаман не может быть неверующим человеком. В итоге к выборам были допущены три кандидата. Голосование проходило в открытой форме. Свои мандаты школьники опускали в кубанке кандидатов. Я голосовал за второго кандидата. Мне показалось, что он был очень уверен в своей речи. Он ее произнес с таким огнем, с таким пламенем в сердце. И я прям ему поверил. Я хочу, чтобы было больше всякой деятельности, которая была бы направлена к младшей школе, к средней школе. Вот больше к ним. Все-таки именно в этом возрасте развивается. Именно дух казачий. Антону Мищенко поверили и остальные три сотни школьников. С результатом в 314 голосов восьмиклассник стал атаманом казачьей школы номер 10. Антона окропили святой водой, вручили булаву – символ атаманской власти. И новые нашивки. Сегодня же нашивки поменяешь? Да, наверное. Завтра сразу на новых расшивках прийти, чтобы сказать, что я атаманом стал. Это ответственность перед школой, перед классами. Моя цель – это были спортивные мероприятия по типу ГТО с элементами стрельбы. Также я хочу организовать экскурсии по краю, по городу Сочи, чтобы дети знали лучше свой город, историю. Он очень толково сделал свою предвыборную кампанию. Меня как директора это радует, потому что он четко – приоритеты. Я благодаря их кампании посмотрел, где мои слабые стороны, что нам делать, в каком русле дальше идти. Дети тоже нам свои болевые точки обозначили. Я думаю, есть над чем работать еще, мне как директору. Ну, атаман будет помогать. За ходом выборов атамана 10-й школы сегодня наблюдала и председатель избирательной комиссии города Сочи. Выборы прошли достаточно динамично, уложились в короткое время, все четко. Мы уверены, что вот такие мероприятия помогут школьникам и будущим молодым избирателям активно участвовать в жизни страны путем участия в выборах. В выборах не только местных органов власти, но и краевой власти, а также федеральной. Сегодня же в 10-й школе зафиксировали новый рекорд. Нынешние выборы школьного атамана стали самыми массовыми в истории подобных выборов. Свои голоса пришли отдать 884 школьника. Рекорд будет занесен в Реестр рекордов России. Для пожилых жителей Сочи на курорте открылись три танцевальные площадки. Они будут работать еженедельно при хорошей погоде в муниципальных парках культуры и отдыха в Центральном, Адлерском и Лазаревском районах. В Лазаревском районе на улице Павлова 2 каждую пятницу с 17 до 18 часов в Центральном. В парке Ривьера каждую субботу с 16 до 18 в Адлере на улице Ромашек 1 каждое воскресенье с 5 до 6 вечера. Площадки организованы в рамках проекта «Активное долголетие». Туда приглашают всех желающих в ход свободный. А Сочинский госуниверситет получил Всероссийскую премию «Импульс добра». Ее вручают ежегодно за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премию «Импульс добра» Сочинскому госуниверситету вручили накануне в Москве. Ее учредил Фонд региональных социальных программ Вагита Оликпирова. «Наше будущее» СГУ получил заветную статуэтку за лучшую российскую образовательную программу. Два года назад в университете был создан молодежный центр духовно-нравственного и социального развития, в рамках которого активно развивают сферу социального предпринимательства, учат подростков, студентов и взрослых. В прошлом году нами подписан контракт с фондом. Мы стали региональным центром развития социального предпринимательства в рамках этого фонда. И уже по нашему плану работы мы создали три обучающие программы. Для Краснодарского края это имеет безусловно серьезное значение, потому что предпринимательство в социальной сфере пока это один из тех показателей, которые надо активно развивать в крае. Но и, конечно, для университета, для выпускников университета это направление также очень важно, потому что это помогает им найти себя после окончания вуза. Мы создали при университете центр поддержки социальной сферы и центр инноваций в социальной сфере, где мы продолжаем общаться с нашими выпускниками и проводить с ними консультации, как правильно организовать свое дело в социальной сфере. И, безусловно, это, конечно, очень важно и для города Сочи. На участие в конкурсе со всей страны было подано 332 заявки, выбрано 10 лучших в семи номинациях. Все лауреаты премии – это проекты, которые находят инновационные решения социальных проблем и вдохновляют своим примером других. В Сочи завершились первенства и чемпионат Краснодарского края по скалолазанию в дисциплине «Скорость». Соревнования прошли на скалодроме в Скайпарке. В рамках чемпионата края прошел и чемпионат города Сочи. Эталонная скорость – самая динамичная и зрелищная дисциплина скалолазания. Кто быстрее поднимется по трассе, тот и победил. Этот вид включен в программу многоборья Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. В соревнованиях приняли участие сборные команды муниципальных образований края. Спортсмены приехали в Сочи, из Волгодонска, Краснодара и Ростова. В первенстве было разыграно пять комплектов медалей в трех возрастных группах. Первые места в своих категориях заняли сочинцы Севастьян Лунев, Андрей Михеев, Александр Шмигельский. В чемпионате Краснодарского края лучшими стали сочинцы среди женщин Алена Соколова, а среди мужчин Андрей Смык. Лучшее время чемпионата показал спортсмен из Краснодара Александр Головин. 8,94 секунды. Высота скалодрома 15 метров. Это единственный в Южном федеральном округе скалодром для тренировок и проведения соревнований в формате «Эталонная скорость» с возможностью фиксации мирового рекорда. Этап краевых соревнований по каратэ прошел в Сочи. На татаме сражались 150 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет, как опытные, так и начинающие. Выходя на татами, юные спортсмены показывают свой уровень владения боевой техникой. При этом каждый удар, нанесенный противнику, необходимо контролировать. Со следующего года каратэ официально станет олимпийским видом спорта. Этим спортсменам до турниров такого уровня еще далеко. Они только набирают опыт и начинают выходить на краевой уровень. Мариана Токмазян в каратэ второй год. На этом турнире дебютировала в возрастной категории 12-13 лет и успешно. Два боя, две победы. В результате заветное золото. Пока что я хочу заниматься ради своего же опыта, чтобы развиваться в спорте. Так что, ну, хотелось бы поучаствовать в краевых, чтобы набраться больше опыта. Но мне немножко страшно в краевых участвовать. По результатам этих соревнований подростки с 12 лет получают свои первые спортивные разряды. А бойцы постарше их погушают и могут претендовать на место в сборной. На основании этих соревнований будет отбираться у нас городская сборная для участия в краевых соревнованиях. Ребята должны сначала отобраться на городских, потом на краевых соревнованиях. Потом формируется сборная Краснодарского края для участия на первенствах России. Краевые соревнования пройдут в Сочи 2 ноября. По их итогам будут отобраны спортсмены для участия на всероссийских соревнованиях «Надежды России». Команда «Измайловки» стала лучшей среди любительских сборных по мини-футболу. На Мацестинских полях состоялись финальные матчи чемпионата Раздольского сельского округа. Турнир прошел при поддержке депутатов городского собрания Сочи по 7-му избирательному округу. Чемпионат Раздольского сельского округа по мини-футболу среди любительских команд стартовал в конце сентября. В турнире приняли участие 8 команд, представляющие села Хостинского района. Организатором турнира выступили местная администрация, департамент спорта и депутаты по 7-му избирательному округу городского собрания Сочи. Благодаря им на проведение турнира были выделены средства из городского бюджета. Этот турнир является у нас регулярным, ежегодным на протяжении нескольких лет. Поддерживаем молодежь, которая с желанием играет в своих селах. Ну а потом уже мы организовываем вот такие среди Раздольского сельского округа. Отдельно игры идут среди Барановского сельского округа. Мы втроем принимаем активное участие, поддерживаем спорт. Это Кагасян Степан Ситракович, Адмаганян Эдгар Гарьевич, ну и я. В финал вышли четыре сборные. В матче за третье место боролись команды Саят Нова и Мацеста. Поединок завершился со счетом 2-8 в пользу мацестинцев. Зрелищная игра была за первое место. Команда Измайловки, сборная Хосинского района под названием РСО, до конца матча шли с равным счетом, дважды забивая мячи ворота друг к другу. Сильнейшего выявили по пенальти. В итоге звание чемпиона завоевала команда села Измайловка. Не только турниры, но и тренировки сборных по футболу Раздольского сельского округа проходит на мацестинских полях «Спутник спорт». Хочу поблагодарить наших депутатов от 7-го избирательного округа. Постоянно активное участие принимает у нас Лабженидзе Тимурас Важевич, Степан Ситракович Хагасян, Эдгар Гарьевич, Армаганян. И, конечно, благодаря им только наши ребята тренируются на таких полях высокого качества. Победителям достались кубки, медали и подарки от депутатов. Команда Измайловки получила комплект спортивной формы. Депутаты Раздольского сельского округа намерены продолжать традицию и провести турнир среди команд всего Хостинского района. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...